Лидер по количеству выявленного алкогольного контрафакта Анапа. Неделю назад мы сделали контрольную закупку в одном из магазинов курортного города. Вино под маркой «Мужские слёзы» отдали на экспертизу в одной из лучших лабораторий страны. НИИ биотехнологии, сертификации пищевой продукции Кубанского аграрного университета. Так оно прозрачное, красное, кисло-сладкий вкус, с запахом алкоголя. Но аромат был малины и ежевики. То есть сразу предположили, что это есть немножечко ароматизатора и решили исследовать это вино. Данный образец не является вином столовым виноградным, не является вином столовым плодово-ягодным, фруктовым, а является напитком винным. И соответствует требованиям ГОСТа винного напитка по всем показателям, как качества, так и безопасности. Это значит, что вместо натурального вина нам продали винный напиток. Отличие огромное. Вино можно называть продукт, только если он сделан из винограда. А этот, скорее всего, изготовили из сусла. Эти мужские слёзы по ГОСТу. Но зачастую производители смешивают все возможные элементы и таблицы Менделеева. Последствия таких напитков плачевны. Только с начала года в крае от отравления алкоголем умерло 200 человек, а за пять лет – 3000. В пик летнего сезона фальсификат льётся рекой, и особенно на Азово-Черноморском побережье. Именно поэтому сегодня губернатор собрал экстренный совет безопасности с участием руководителей силовых структур и глав районов. Культура потребления ещё слабая, безусловно. Многие потребители в крупных городах, люди из севера, с европейской части, они, в общем-то, наверное, не привыкли к этому, к этой даже продукции. Что там говорить, мы сами здесь, на Кубани, последние, может, пять лет начали разбираться в вине и понимать его прелести, его, так сказать, вкусовые качества. Без административных, без заградительных мероприятий мы не сможем поддержать собственного товаропроизводителя. А значит, вывести на рынок легально готовую акцизную продукцию. И речь не только идёт о налогах, акцизах, не в первую очередь, там, в третью или четвёртую. На первое место выходят вопросы здоровья и культуры потребления. В приморских городах под видом лучших кубанских вин туристам предлагают суррогат. Разливают спирт, содержащий напитки, с красителями и ароматизаторами на каждом шагу. Причём поставляют вино с заводы, которые вроде бы работают легально. Но вот качество их продукции вызывает вопросы. Вино производится предприятиями, которые не имеют ни одного куста винограда и, больше того, даже не закупают виноматериал. В частности, компания «Небук» не имеет ни одного куста винограда. Кроме того, по имеющейся информации, виноматериал она также не закупала. При этом, по итогам прошедшего года, произвела вино больше, чем компания «Абраудерсо», которая является ведущим производителем в крае легальных вин. Спиртного без акцизов на прилавках магазинов предостаточно и торгуют контрафактом, как правило, на глазах у полицейских. «Все мы видим, все мы ходим и все мы молчаливо с этим соглашаемся. Если это явное право нарушения, составляйте протоколы, возбуждайте административное производство и вперёд из песни. Пусть 2 тысячи, небольшой штраф, но каждый раз системно, тогда люди задумаются и видят, увидят, что власть последовательна и контролирующие органы, и наступательна». Руководство главка обещает найти оборотней в погонах, тех, кто прикрывает теневой бизнес. Сейчас годовой оборот в сфере нелегального алкоголя – около 2 миллиардов рублей. «Это связано, прежде всего, с отсутствием наступательности стороны руководителей полиции на местах. Позиция руководства главкой полиции края была и остаётся жёсткой и принципиальной по отношению к тем руководителям и сотрудникам полиции, которые занимаются так называемым крышеванием и своим бездействием подрывают авторитет кубанской полиции». Торговые палатки, ларьки в Анапе – все продают вино и, как выяснилось, даже водку и мартини на разлив. И чаще всего качество продукции сомнительное. Борьба с такими точками идёт слабо и губернатора не устраивает. Поэтому сегодня у главы региона много вопросов к мэру курортного города Сергееву. «У вас такой самоотчёт меня не устраивает». «Коротко, у вас есть план действий? Жёсткий план действий? Есть или нет? Наведи порядок в своём городе. Больше всех нарушений там у вас». «Мне, конечно же, неприятно, что сегодня всё построено на Анапе. Мы сегодня вышли на так называемых руководителей этих нескольких точек. Вот здесь рядом у меня есть дом Шевченко-Владимирская, шестиэтажный самострой, в который вложены средства, полученные от реализации вот этого шмурдяка. То есть мы этой работой занимаемся. И, Александр Николаевич, я готов пойти на крайние меры, но я думаю, их не придётся применять». Чтобы переломить ситуацию в сфере незаконного оборота спиртным, губернатор поручил создать межведомственную комиссию. Причём как на уровне края, так и в районах. Плюс кратно увеличить штрафы, возможно, в несколько раз. Для тех, кто производит суррогат и торгует им. Руководители силовых структур готовы подключиться к работе. «С пониманием и с благодарностью отношусь к инициативе губернатора по проведению этого Совета безопасности. Нужны необходимые и необходимы срочные меры по наведению порядка. 80% по нашим оценкам контрафактного тяжёлого алкоголя. Проверьте срочно, вот возьмите комиссионно, торговые сети, дорогие рестораны. Проверьте». Голосы станут дыбом. Чем мы поем наших людей. Определять качество алкоголя будут сертифицированные лаборатории. Три уже работают в Краснодаре. Результаты экспертиз будут брать за основу при расследовании дел. Кроме этого, краевые власти предлагают ввести норму в законодательстве, когда закрывать торговую точку можно сразу после отзыва лицензии. Однако меры не сработают, если главы городов и полицейские будут сидеть сложа руки. «Которые будут гробить наших туристов, жителей края, дискредитировать вину отрасли. Значит, там не место будет ни главе, ни начальнику милиции. И, естественно, будем смотреть ещё на другие структуры, которые контролируют, которые участвуют в этом бизнесе. Значит, всем отскочить оттуда. Уйти пока не поздно. Предупреждаю». Региональные власти в ближайшее время намерены выйти с инициативой в правительство, вернуть региону полномочия наводить порядок в сфере оборота алкоголя. Помимо штрафов предлагается ужесточить требования к торговым точкам, которые продают спиртное. Лицензию будет получить сложнее. В конечном счёте все эти меры должны защитить именно добросовестных кубанских виноделов.